Проницательный голос звучит сегодня из колонок ночного клуба «Радмир». Дима Монатик в Харькове. С вами программа «Каза». Красивые девушки ходят на Диму Монатика. Почему? Он очень привлекательный, очень хорошо танцует. Он поет. У него есть харизма. Приятный, очень приятный парень. Он умеет зажечь сцену. Я знаю, что ты вначале же был хореограф, а потом уже пришел к вокальной карьере. Сейчас ты совмещаешь и вокальную карьеру, и хореографическую? Я вообще считаю, что одного без другого не существует. Это как руки и ноги. Они должны быть. Все должно быть. И артист – это такая профессия, которая должна в себя включать и танцы, и пение, и актерское мастерство, и сценическую речь. Очень многое уходит туда. Ты сегодня по поводу Димы Монатика пришла в Радмир? Ну, конечно, я не могу его не поддержать. Это мой хороший друг, прекрасный танцор, просто идеальный певец. И я люблю его безумное творчество. Ты знала его еще, когда он был не таким популярным артистом? Ты вообще видела в нем потенциал? Конечно, потому что человек эмоциональный, яркий, целеустремленный. А если он так хочет танцевать и будет на сцене, он по-любому там будет. Ты не думаешь о какой-то трансформации творческой? Расположена к экспериментам. И так как у нас есть очень прямой доступ к студии звукозаписи, мы открыли с Антоном Чилиби свой продакшн, который, в принципе, так и не замудренно называется – «Монатик Чилиби Саунд». Мы делаем от души, делаем по-честному, делаем то, что нам нравится. И сегодня, кстати, мы приехали в Радмир с новой песней. Будем пробовать ее на людях. Сегодня «Монатик» выступает на сцене. Ты относишься к его творчеству как? Положительно. Я всегда за все новое, креативное. Видела его в дуэтах. Стильный, красивый парень с хорошим голосом. Ты достойна, достойна, я прикинула, наслаждения и жадная. Скажи, ну неужели? Нет, ну неужели? Уверена, что вы работаете моделью? Есть такое. Да. И как вообще модельная профессия? Сложная? Свои сложности. Мне кажется, какая-то доля эксгибиционизма есть в этом, когда на тебя смотрят, вот когда ты на сцене находишься. Правда? Да, есть. Кому не нравится, когда на них смотрят? Бывают такие люди, которые стесняются все-таки. Мне кажется, они все-таки где-то скрыто думают, что посмотрите на меня. Для тебя творчество заключается только в работе? Или ты где-то проявляешься вне работы, дома, хобби? Не знаю, крестиком вышиваешь или что-то делаешь, цветы выращиваешь? Ну, я люблю рисовать еще со времен школы. Если уроки были скучными, я рисовал комиксы, либо еще что-нибудь. Я вообще фанат комиксов, там, Мира, Марвел, либо DC. И поэтому вот это мое какое-то такое скрытое хобби. Но я сейчас редко к этому прихожу. Честно, более, конечно, я посвящен музыке. Наташа, рада тебя видеть. Смотрю за твоим инстаграмом. Ты куда-то уезжаешь, приезжаешь. Сейчас ты в Харькове? Сейчас, да. Получилось так, что сейчас живу в Киеве. Но если меня спрашивать, Мальдивы или Харьков, то реально Харьков. Твой бизнес, ты как ним руководишь? На расстоянии? Сейчас руковожу на расстоянии, но мы же расширяемся и хотим завоевывать всю Украину, не только. Поэтому над этим работаем. А как твоя личная жизнь? Сейчас реально могу сказать, что я счастлива. Есть все. Субтитры сделал DimaTorzok